Всех приветствую, друзья! Сегодня у меня планшет Sony Xperia Tablet Z, модель SGP321. SGP321. Будем менять тачскрин, запрашивать пин-код. Тач не работает. Давайте извлечем сим-карту. Снимем крышку для начала. Крышку можно снять и без нагрева, в принципе, будет стоить вам чуть-чуть больше времени, возможно. Недавно я снимал видео с данной моделью. Не помню, по-моему, гнездо зарядки меняли. Совсем недавно снимали. Отдели угол. Дальше можно пластиком, можно металлическим инструментом аккуратно. Аккуратно срезаем тач по периметру к медиаторам. Я предпочитаю. Сильно не нагревайте, все-таки пластик может деформироваться. Температура у меня стоит 350 градусов. Промимо периметра крышка проклеена еще к средней части каркаса. Дальше можно увидеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Почти сняли. Продолжение следует... Сняли крышку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим... Где у нас здесь разъема? Вот он наш разъем тачскрина... вот он наш разъем тачскрина. Сейчас я вам покажу дисплейный модуль. Вот мы заказали такой вот дисплейный модуль. На самом дисплейном модуле стоит управление дисплеем, драйвера, разъем кабель подсветки, шлейф разъем тачскрина. Здесь под черным антистатиком стоит шлейф дисплея, приклеенный к металлическому экрану. Вот так он выглядит, проклеенный пластиком с одной стороны. Итак, снимаем дисплейный модуль. Такая большая мацария с накопителем стоит. Видите, да? Разъем дисплея через шлейф соединен с системной платой. Итак, если у вас есть сепаратор, то лучше, конечно, нагреть сепаратором стекло. У меня есть сепаратор, но не такого огромного размера. Вот. Сепаратор для смартфонов. Данный таблет туда, конечно, не поместится, поэтому будем нагревать феном. Дисплея. Дисплея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем с угла, поэтому нагреваю пока верхний угол противоположный к разъему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее по периметру Срезаем Далее по периметру 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 Продолжение следует... 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 С другой стороны. Трещит стекло. 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 Остатки скотча. Снимаем остатки скотча. Проклеиваем вот эту поверхность. Далее продолжим снимать. Думаю, всем понятно, как все это снимается. Я снимаю таким заточенным инструментом. Видите, да? Прямо начистою. Чтобы не оставалось никакого скотча. Видите, да? Ставим на паузу. Продолжаем снимать. Вот я проклеил полностью заднюю рамку, куда будет крепиться крышка. Видите, да? Видите, да? Скотч с торца. Здесь. Здесь. Ну, как и было с самого начала. И проклеиваем рамку, куда будет садиться дисплейный модуль. Вот. И прежде чем снимать бумажки и ставить дисплей, положите дисплейный модуль. Посмотрите, как все это будет видно по сравнению. По сравнению с рамкой, я хочу сказать, чтобы было заподлицо все здесь. Ничего не торчало. И с обратной стороны тоже, чтобы дисплейный модуль не утопал. Если все нормально, значит нужно еще проклеить еще и дисплейный модуль. Потому что, когда мы снимем бумажки, то дисплейный модуль немного опустится. Поэтому сейчас мы проклеиваем еще дисплейный модуль по периметру. И дальше продолжим снимать. Пару слов о старом дисплейном модуле. При снятии старого дисплейного модуля всегда старайтесь не повредить сам дисплей. Потому что он вам еще пригодится. Дисплей желательно при снятии дисплейного модуля. Дисплей оставить целым. Видите, да. Потом стекло можно заказать отдельно на сайте, на том же ebay, на алиэкспрессе. Снять стекло, нагреть на сепараторе. Но это уже отдельное видео. Потом покажем. Снять все разбитые touch и наклеить новое. Это пару слов о дисплейном модуле. Итак, я ставлю на паузу, проклеиваю дисплей и дальше продолжаем. Итак, друзья, все проклеено. Снимаем бумажки. Проклеена рамка, куда будет садиться дисплейный модуль. Проклеен сам дисплейный модуль. Вот, видите, да. Вставляем, начиная с разъема, начиная с разъема тачскрина. Два-два отверстия. Низ дисплейного модуля. Отпускаем на периметр. Застегиваем шлейф, который соединяет системную плату с неисплейным модулем. Разъем тачскрина. Застегиваем шлейф. готовим заднюю рамку готовим Продолжение следует... Предварительно нужно очистить крышку от двустороннего скотча, он как бы двуслойный, если вы снимите верхний слой, то можно будет лепить на скотч. Рисуем как следует к поверхности скотча. Можно было, в принципе, снять весь скотч с крышки, как я это делал, когда меняли мы гнездо зарядки, и проклеить еще крышку дополнительно. Не помешало бы. Включаем планшет. Как обычно, заклеенный бренд. Видите, да, ничего не торчит, ничего не утопает. Стекло и крышка с обеих сторон должны быть заподлицо с рамкой. То, о чем я вам объяснял насчет скотча. Поэтому всегда регулируйте толщину скотча. Если надо двухслойный скотч, значит, ложите двухслойный. Главное, чтобы товарный вид, как говорится, чтобы стекло и крышка всегда были заподлицо с рамкой. Так, друзья, все работает. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте. До свидания.